Здравствуйте, я Олеся и это Техновости. И все же мы увидели Samsung Galaxy S3. Случилось это на CES 2012 во время пресс-показа. В демонстрационном ролике смартфон засветился во всей красе. Вообще, часть ролика была о том, как можно удаленно управлять фотоаппаратом. Жмешь кнопку на смартфоне, камера снимает. Samsung Galaxy S3 представит публике в феврале, и мы, конечно, не пропустим это событие. Сюрприз подготовила и корпорация AMD. Всем, кто купил 4, 6 и 8 ядерные процессоры, компания вернет 10, 15 и 20 евро соответственно. Акция продлится месяц, до 18 февраля сего года. Жаль, что в Германии, Франции, Австрии, Италии, Нидерландах, Великобритании, а не в России. Огорчил нас вице-президент Hitachi, заявив, что поставки винчестеров нормализуются лишь к концу года. А пока, несмотря на возобновление работы фабрик, их настолько мало, что склады остаются пустыми. Hitachi, напомним, в этом году сливается с Western Digital. Asus представила люксовую геймерскую версию micro ATX платы с сокетом 2011. Если использовать водоблоки, можно собрать массив из трех видеокарт, и еще один слот останется под качественную звуковую карту. Asus же показала 27-дюймовый монитор на IPS-матрице с разрешением 2560 на 1440 пикселей. Подставка монитора предусматривает его наклон, поворот и регулировку по высоте. В качестве интерфейсов выведены DVI, HDMI, DisplayPort. Всегда бы так, от OVGA до VGA. Компания Cooler Master готовится покорить мир новым кулером с технологией вертикальной испарительной камеры. С нетерпением ждем тестов. Неужели продукты Thermalright будут сражены на повал? Релиз Max Payne 3 переносится. Вместо ранее обещанного марта игра в версии для ПК поступит в продажу 1 июня. Компания Skyde удивила выпуском блоков питания. Запущены сразу две линейки. В бронзовую и относительно КПД серию входят модели мощностью 550 и 650 Вт. Золото представляет 500 и 600 Вт модели. Буквально три часа назад состоялся анонс планшета LG Optimus Pad LTE. Модель весит 497 грамм. Оборудована 8,9 дюймовым сенсорным IPS дисплеем с разрешением 1280х768 пикселей и управляется операционной системой Android 3.2. Сердцем аппарата стал двухъядерный процессор с тактовой частотой 1,5 ГГц. Помимо всего прочего в арсенале есть модуль Wi-Fi, HDMI, слот для подключения SD-карт вместимостью до 32 ГБ. Также вмонтированы две камеры, 8-мегапиксельная тыловая и 2-мегапиксельная фронтальная. В качестве элемента питания выступает аккумуляторная батарея, очень недурственной емкостью, 6800 мАч. А вы говорите, что батареечки современных девайсов слабенькие. На сегодня это все. Спонсор рубрики компания Subfit. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok